С точки зрения общеэкономической ситуации, значит, у меня все больше и больше складывается ощущение, что Соединенные Штаты Америки рассматривают всю эту историю как инструмент добычи денег. Напомню, что в 1987 году был крупнейший провал на фондовой бирже в октябре 1987 года в США, и теоретически, ну, это должен был быть начаться новый кризис, да, который они преодолели за счет, кризис 70-х за счет регономики, и который должен был вот продолжиться. Но руководство СССР сдало свою страну, и в результате в 1989 году распался СССР, в 1991 году распался СССР, и Соединенные Штаты Америки начали разграбление полученных территорий, что, соответственно, и создало золотой век Клинтона. Идея о том, что можно кубышку вскрыть, она, скорее всего, понравилась в Соединенных Штатах Америки. Они пытались вскрыть, это делал Трамп в Китае, с Китаем не получилось. И сейчас, скорее всего, принято решение, что нужно в качестве кубышки такой использовать Евросоюз. Обращаю ваше внимание, как устроены все санкции. Соединенные Штаты Америки, прежде всего, Великобритания провоцируют, Евросоюз радостно подхватывает, а потом Соединенные Штаты Америки или до конца не идут, или, соответственно, как вот Apple, да, повернул вообще назад. А, и что самое главное, санкции, которые делает Евросоюз, много больше. И у меня все больше и больше ощущение, что в результате экономика Евросоюза рухнет, и, как следствие, все капиталы из Евросоюза потекут в Соединенные Штаты Америки. При этом Евросоюз попадает, ну, как бы, в ситуацию Ахову, уровень жизненного населения падает в два и больше раз, и это все превращается в территорию, западную часть которой с помощью технологии «Фронтира» получает Великобритания. Вот у меня все больше и больше складывается ощущение, что Соединенные Штаты Америки именно в эту игру и играют. США как национальное государство или США как кластер транснациональных государств? Нет, нет, США как национальное государство. Вы не могли бы чуть погромче говорить? Здесь плохо слышно. То есть, они разыгрывают очень четкую и понятную комбинацию. Избежать ее Евросоюз не может. Уже два поколения, два политических поколения, то есть, там, примерно 20 лет, в Евросоюзе ключевой частью политической культуры является полная безответственность. Поэтому они могут сочинять любые фантазии, нести любую упругу, абсолютно уверенно считая, что им за это ничего не будет. Ну и кроме того, они давно все живут в некоторой виртуальной реальности. Значит, если говорить об элитах либеральных и о населении Украины, у них примерно одинаковый фантом. В реальности, ну да, частично русский мир был уничтожен СБУ, и националистами через свои батальоны смерти. Но в реальности все эти персонажи, что украинское население, что население европейское, у него очень интересный феномен. Вот знаете, игроманы, есть такая болезнь, она даже уже прописана отдельно. Это люди, которые живут в той реальности, которая в игре. Но они, тем не менее, понимают, что иногда нужно от этой реальности оторваться, пойти на кухню, поесть, там еще что-то сделать. А вот теперь представьте себе людей, которые всю жизнь живут в виртуальной реальности, в либеральной виртуальной реальности. У них нет никакого представления о том, что может быть какая-то другая жизнь. И то, что сейчас происходит, это истерика. Потому что они категорически отказываются признавать сам факт наличия другого мира, другой жизни. Их нельзя переубедить. Понимаете, как только вы им пытаетесь что-то говорить, они начинают визжать. Только чтобы вас не слушать. Нет другого мира, есть только этот мир, и мы будем в нем жить, и вы перестанете нам нести пургу, ничего лучше этого мира нет, ничего другого нет, и быть не может, ну и так далее, и тому подобное. А поскольку я учил детей в школе, то я с такой ситуацией иногда сталкивался, и я прекрасно понимаю, что это крайне тяжело. Ну, например, такое бывает, когда очень избалованные, и, в общем, не очень умные дети неожиданно попадают в жесткую среду. То есть у них возникает ощущение лютой ненависти к окружающим, причем я сейчас не говорю о том, что их травят. Их наоборот, их даже не травят, их даже пытаются поддержать, но лютая ненависть, и, соответственно, категорическое нежелание признавать, что что-то может быть альтернативное. На Украине это все будет лечиться на протяжении многих месяцев. Не годы? Нет. Месяц, СЭФ. По очень простой причине. Потому что в рамках старой модели невозможно будет достать еду. Вот. И по этой причине они будут вынуждены частично признавать эту альтернативную реальность. А тут фокус состоит в том, что если эта реальность начинает разрушаться, она разрушается сразу. То есть, они будут в состоянии депрессии, они будут всех винить, прежде всего Россию. Вы разрушили нашу среду. Дальше у них будет ощущение, что они были счастливы. Особенно это касается вот тех полутора поколений, которые были воспитаны последние 25 лет. Особенно тех, кто сформировался, грубо говоря, которым в 2014 году было 10 лет. Ну да, 8 лет последних. Да, 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 8 последних лет. При этом, вы поймите, это же катастрофа. Это люди, которые, к тому же, ничего не знают. Даже те из них, кто получил образование на украинском языке и считают, что у них есть высшее образование, они никому не нужны, никому не интересны. Их никуда не примут. Аналогично, этих людей не примут на Запад, ну, потому что на Украине не учили, с точки зрения Запада. И этих людей не примут у нас. Ну, хотя бы потому, что они не умеют нормально говорить по-русски. Им все будут говорить, научитесь сначала грамоте. То есть, это как бы уборщики, подсобные рабочие, крестьяне и так далее. Они этого никогда не простят. Но это, впрочем, не играет никакой роли, потому что именно в силу вот этой вот ситуации они никогда не возьмут в руки оружие и никогда не будут ничего делать. Ну, потому что взять в руки оружие, это значит принять на себя ответственность. Они на это не готовы. То есть, фактически, речь идет о том, что примерно там несколько миллионов человек, ну, хорошо, там, 5 миллионов человек, может быть, 7 миллионов человек, навсегда выкинуты из жизни. Единственное, что они могут сделать, это дать жизнь следующим поколениям, которые будут воспитаны более-менее нормально. Что касается Евросоюза, это вообще катастрофа, потому что они уже даже на это не способны. В Германии количество детей на одну женщину в среднем меньше единицы. Поэтому я думаю, что на протяжении ближайшего поколения полутора Германии будет исчезать. Сменяться на исламистов. Ну, так же, как Швеция. И Норвегия, которые уже африканские страны, фактически. Такая же ситуация, скорее всего, скоро будет в Финляндии. А сбежавшие туда украинцы... Подождите, давайте подождем доклад, потом будут вопросы. Плюс к этому надо добавить еще одно обстоятельство. Сбили меня. Забыл я, что хотел сказать. Африканские страны. Не, не, там я ее... Какой Евросоюз. Вот. Значит, по этой причине я абсолютно убежден, что Евросоюз как политическая сила и большая часть стран Евросоюза, как политические силы, исчезнут. Их просто не будет. Про них можно забыть. Ну, на интервале 30 лет, разумеется. Они сейчас говорят, что они собираются восстанавливать, скажем, армию в Германии. Это смешно. Дело даже не в том, что у них нет на это денег. У них нет на это людей. То есть, это просто невозможно. То есть, можно предположить, что там, что будут, как это, федеративные арабские эмираты на территории нынешнего ФРГ. Но это тоже еще рано. Это еще лет 50. Там полно немцев. Так, подождите. Из ГДР. Подождите. Вопросы потом. Им уже много лет. Они не могут служить в армии. Немцы из ГДР, которые как бы ГДРовские, которые служили в ГДРовской армии, им уже всем за 50. Они могут очень. Давайте мы не будем спорить. И они не будут этого делать. Значит, по этой причине я считаю, что стратегически на этой, территорию можно ставить крест. Локально они нам, конечно, много крови вопортят. Что касается российской ситуации. Значит, у нас есть целая куча проблем. Пятая колонна проявила себя в полной красоте. Ставка поднята. Что значит, что ставка поднята? Это означает, что большая часть промышленных предприятий должны будут либо поднять стоимость на свою продукцию, что означает, что ее никто не будет брать. И, соответственно, переходим ко второму варианту. Либо объявить о своем банкротстве. А вот теперь смотрите. По российскому законодательству о банкротстве банки могут буквально через 2-3 дня после объявления начать продавать активы. И с учетом того, что в наших банках подавляющее большинство пятая колонна, первое, что они начнут сделать, продавать на металлолом оборудование. То есть может оказаться так, что оборонные предприятия, когда туда приедут представители армии, будут из себя представлять пустое пространство. Ну, то есть пустые цеха. И это будут формально по закону. Я считаю, что сегодня нужно срочно, в рамках законов, может быть, даже указа президента объявить о том, что любая остановка хозяйственной деятельности промышленным предприятиям по вине банков или кредиторов ведет за собой немедленную уголовную ответственность этих самых кредиторов и банков. И руководству банков. Немедленно. Это надо делать буквально вот к окончанию мартовских праздников. И желательно со всех оборонных предприятий списать все долги. Там у них есть масса споров друг с другом, еще чего-то, причем на миллиарды. Вот это все должно решать государство в рамках своей финансовой системы. Предприятия этим заниматься не должны. Им сейчас не до того. Вот это, как мне кажется, принципиально важная вещь, которую нужно сделать немедленно. И немедленно вернуть назад учетную ставку. Потому что рост цен – это результат импорта и, соответственно, действий самого Центрального банка. Это надо делать срочно, немедленно. В противном случае мы можем получить очень большие проблемы. Дальше нужно делать некие конструктивные вещи. Про них я рассказывать не буду. Я про них буду разговаривать с новыми людьми, которые будут назначены на посты, соответственно, руководителей Министерства финансов и Центрального банка. Потому что говорить об этом сегодня – это глупость. Но то, о чем я сказал, нужно сделать срочно. Вот такая вот картина на сегодня. Какие будут вопросы? Такой вопрос. Было ощущение, что два дня назад, похоже, Путин сильно подыграл Евросоюзу. То есть Зеленский, скажем так, в Евросоюз подал заявление, его тут же прилили к кандидатам. Песков сказал, а мы типа и не против. Нет ли тут какого-то подыгрыша Евросоюза? Ну, увольте. Я не буду обсуждать тактические игры. Абсолютно очевидно, что… Поймал, вы объясните. Ну, хорошо, потом объяснишь. Лично для меня абсолютно… Сейчас объясню. Что Путин играет в очень сложные тактические игры, комментировать которые я не буду, поскольку у меня нету инсайдерской информации. Но вот сегодня вышла информация, мне ее сообщили по независимым источникам, грубо говоря, из Дубая. А, соответственно, сегодня она уже появилась. Наследный принц Саудовской Аравии объяснил Соединенным Штатам Америки, что инвестиции в Саудовскую Аравию и финансовый сектор США резко сократились, и им было объяснено, что расти они не будут. Ну, очевидно, что мы проиграли информационную войну 100%. Это утверждение в нашу вопрос. Да, вопрос такой. Если настолько серьезная ситуация с информационным фронтом, если настолько серьезная ситуация с пятой колонной внутри, то мне кажется ли вам, что это фактически уже революционная ситуация, и пора брать и телеграф, и все остальное? Ну, во-первых, я считаю, что именно эта ситуация означает, что мы выиграли информационную войну. А знаете почему? Потому что информационная война в рамках той самой либеральной модели, которая умерла. То есть, иными словами, они выиграли войну в том смысле, что они продолжают объяснять людям, что либеральная модель существует. И в рамках нее надо действовать. Когда дело доходит до того, что надо что-то кушать, придет понимание, что либеральной модели все-таки нет. И это вызовет дикую ненависть. То есть, грубо говоря, тот ресурс, который можно было бы потратить на то, чтобы создать какой-то запас еды или еще чего-то, потрачен вот на разные глупости. И вот теперь что? А при чем здесь мы? А мы живем в другом мире. То есть, грубо говоря, если ты хочешь, чтобы тебе дали покушать, надо себя вести адекватно. Научись вести себя адекватно. А не строить из себя, прошу прощения, украинского патриотства. Нет такой страны больше. Все, и не будет. Николай, я имею в виду Украину даже. Я имею в виду сейчас самого большого врага здесь. Да, это вы поймите, та же самая ситуация. Эхо Москвы уже закрыли. Если сейчас им обрезать финансирование, им обрежут финансирование. Теперь вопрос, а почему это ведь не происходит сейчас? А вам не приходило в голову, что сейчас идут постоянно, каждый день, 24 часа в сутки, очень сложные переговоры. Если исходить из той логики Соединенных Штатов, которую я описал, то вопрос о том, где пройдет красная черта, где наша, где ваша. Как, соответственно, будем делиться? Вот принц Саудовской Аравии уже сказал, а я вот с ними. А Объединенные Арабские Эмираты ввели визы для украинцев. Вот это, вот еще раз. Вот понимаете, там каждый занимается своим делом. Я не буду учить Владимира Владимировича Путина, где должна проходить граница. По целой куче разных причин. Прежде всего потому, что я прекрасно понимаю, что он это знает лучше. И поэтому я не буду этого делать. Вот что делать с экономикой, я знаю. А вот что делать, как бы где пройдет граница, я пока не знаю. Вот это принципиально важная вещь. Да, с контраргументом у нас... Да, вот. Да, еще, сейчас, сейчас, я еще отвечаю на ваш вопрос. Поэтому мы выиграли. Потому что они фактически, вместо того, чтобы пытаться предложить альтернативную модель живую, вместо этого занимаются гальванизацией трупа. Люди, которые занимаются гальванизацией трупа, могут показывать очень эффективные картинки на время. А потом окажутся в крайне тяжелой ситуации. Вот они и окажутся. При этом еще раз повторю. Вот эта вот логика, что это часть, что это наше, что это часть русского мира, еще чего-то, это тоже в той старой модели. И поэтому этого не будет. Может быть, они на это и рассчитывают. У них может быть такая логика, что тем сильнее мы будем орать, что мы украинцы, тем больше нам дадут, чтобы мы изменили свое мнение. Поймите, логика вот этого вот русского мира, да, он был ликвидирован, но он тоже был в рамках той вот либеральной модели, которая была там. Все, дружбы больше не будет. Поймите, вот логика, что надо с кем-то дружить, она закончилась. Теперь, соответственно, логика другая. Те, кто хочет выжить, должен вести себя вот так. Шаг влево, шаг вправо, идите ваши проблемы. Все, шутки закончились. И более того, если бы мы тогда, грубо говоря, в 15-16 году попытались восстановить дружбу народов а-ля СССР, это бы сегодня бы закончилась для нас катастрофой. Уж пятая колонна была бы сильно больше. Я напомню, что СССР создавался в 20-е годы в рамках крайне жесткой модели. И дружбу народов там на самом деле начали реально демонстрировать уже скорее в 60-е годы. А до этого она пропагандировалась, но все было крайне жестко. Ну, за исключением украинизации, но тут как бы все понятно, что делалось. Потому что никто не имел в виду, тогда было как бы разделение на пролетарское сознание и не пролетарское. Считалось, что национализм, что национальные идеи умерли и исчезли. Сейчас ситуация вот такая. Все, мир изменился. Больше дружбы не будет. Либо вы присоединяетесь к нашей логике, либо решаете свои проблемы сами. Дмитрий Владимирович, мир пришел в движение, и поэтому вопрос, что мы можем ожидать от Ирана и Турции в контексте последних сообщений о возобновлении переговоров, переговоров о ядерной сделке. И о последнем интервью турецкого представителя сегодня ходил на РБК. Если вы смотрите, конечно. Про Турцию ничего сказать не могу, а про Иран мне абсолютно очевидно, потому что демонстрация Бен Салмана по отношению к Соединенным Штатам Америки возможна в одном единственном случае. Если он точно понимает, что его поддерживает и Россия, и Иран. Как вы считаете, сколько тысяч человек в экономическом блоке надо заменить для того, чтобы страна двинулась вперед? И есть ли они, эти люди? Да их там всего 2-3 тысячи. А они есть? Что? На кого заменить? Да, на кого? А, значит, дело в том, что ситуация устроена очень просто. Значит, это тема, которая решалась уже много-много раз в истории человечества. Я ее уже описывал в виде доброй, соответственно, сказки про заседание коллегии Министерства финансов. Значит, появляются люди, молодые, называются они комиссары в пыльных шлемах с маузерами, которые приходят и говорят, нужно решить такой-то вопрос. Им говорят, вы знаете, этот вопрос решить нельзя, опытные профессионалы. На что эти люди, соответственно, объясняют, такому-то числу этот вопрос должен быть решен, ну, там, к такой-то дате, к такому-то моменту. Дальше они возвращаются к этому моменту, говорят, нет, мы же вам сказали, это решить невозможно. После чего руководители организации прямо тут же ставятся к стенке, его расстреливают. И дальше его заместителю говорят, у вас осталось 20 часов, решайте вопрос. Для этих целей предназначен данный подвал. Прошу вопрос. Михаил Ильич, вопрос. Завтра Госдума голосует по поводу ответа бюджетного правила. Можно, значит, счет немножко раскрыть? По-моему, что-то же обсуждалось столько раз. Нет, они отменяют. Ну, 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 наконец-то, надо было его с самого начала не принимать. Еще вопрос. У меня вопрос в продолжении обсуждения по поводу разных стран. Вот Михаил Леонидович сказал, что главный бенефицар, возможно, США. Но сейчас очень много информации, что, возможно, главным бенефицаром может стать Китай. Вот по стратагемии мудрый обезьян если бы Китай был бы главным соответственно бенефицаром, он бы себя вел иначе. Кроме того, у Китая очень тяжелая ситуация, потому что, ну, во-первых, они потеряли лицо, сначала сказали спина к спине, а потом, соответственно, воздержались. А это кто-то заметил? Вот, ну, скажем так. Это заметили в самом Китае. Да. А почему? Что почему? Это вопрос не ко мне. Понимаете, в чем дело? Это вот Андрей Девятого спросите. Мы не забудем, что у Китая под ним тяжелейшая экономическая бомба. И они могут рухнуть. В смысле, Китай. Потому что они реальный сектор либеральной модели, правильно? Ну, у них потому, что они жили, они мультиплицировали экономику через внешний спрос. А как бы поддерживали свои провинции через эмиссионные дотации. У них внутренние дотации, 25% от ВВП. Остановить их нельзя. Потому что в этом случае начнется китайский бунт бессмысленный и беспощадный. А мы, по сравнению с китайцами, в этом смысле дети малые. И, соответственно, по этой причине единственный способ... Нет, китайцы могут, грубо говоря, взять 250 миллионов человек, которые за последние 20 лет выбились в средний класс и тупо их всех убить. Вот в истории Китая спецоперации такого масштаба были. В общем, 250 миллионов это не так много, это примерно 15% населения. Ха, они 50 убивали. Но проблема в другом. Во-первых, эти 250 миллионов человек, они как раз и олицетворяют движение Китая в рамках либерализма и в рамках технологического прогресса. А оставшиеся как раз сильно более консервативные. Это первая вещь. А вторая вещь, для того, чтобы проделать такую операцию, нужно иметь мандат неба. То есть, человек должен, все остальные должны понимать, он имеет право. Единственный способ сегодня показать, я имею право, это взять Тайвань. После этого ему простят все. А после такого голосования, возможно, Си на это не решится. Вот. Ну, там я думаю, что он решится, судя по всему, уже все началось. Более того, я не исключаю, что Си ведет какие-то сложные комбинашки, потому что он как бы все время пытается объяснить всем окружающим, что он типа этого не будет делать. Кстати, сейчас нам заблокировали все основные контейнерные перевозки в наши порты. От Майерска до там еще несколько крупных контейнерных компаний. Ну да, но это означает, соответственно, что это еще один удар по западной экономике. Все пойдет с погодом путем? Ну, там много разных вариантов. Из Китая пойдет сухопутным путем. Вопрос экономический относительно России. Будет ли Путин вводить внутренний российский рубль, отвязанный от текущего рубля Центробанка? Куча я знаю. Это нужно спрашивать новое руководство Центробанка. Ну, в принципе, этот механизм может быть задействовать? Там есть целая куча механизмов, которые можно делать. Цифровой рубль, такая же система, как в СССР, соответственно, специальные инвестиционные институты, у которых отдельные финансирования. Ну, короче говоря, все это, как бы, это все можно сделать, но только нужно, чтобы люди, которые получили соответствующие полномочия, начали бы это делать. Они придумают. Нисколько в этом не сомневаюсь. Да, Петр. Скупка акций из фонда национального благосостояния это благо или это просто поддержка фондового рынка и растрата денежных средств? Ну, это некий инструмент, но я на самом деле не понимаю, поскольку они конфисковали наши, что нам мешает конфисковать. Я подозреваю, что это просто способ поддержки ликвидности. Я к этому отношусь достаточно философски. Эти ребята решили, что еще один триллион, триллион они украли на открытии трасти, тут еще сейчас триллион. Почему этот триллион пойдет на поддержку западников? Обращаю ваше внимание, что этот триллион нельзя конвертировать в доллары. Да, то еще получается, что они еще будут инфляцию раскручивают. Ничего. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok